Уровень первый. А всего их семь. Игра начинается и сначала самый легкий и приятный этап. Нужно представить себя в желто-черную полоску, познакомиться с огненным шаром солнца, вообразить из простыни цветок и, конечно, научиться летать. Ты пчела! Ты пчела! И ты переползаешь в белую подушку, на которой только что спал. И думаешь, если у тебя есть крылья, и сам ты в желто-черную полоску... Ну, если ты пчела! Значит, ты и летать тоже можешь! Три рассказчика, как три голоса в голове одного ребенка, и даже неважно, мальчика или девочки. Воображаемая пчела помогает преодолеть неприятности. Ребенок растет в сложной семье, где родители даже утром нетрезвые. Почувствовать настроение происходящего помогают актеры. И уже зрителям вместе с героями проходят все уровни игры. Там за тобой. За тобой? За твоей спиной встает отец и начинает кричать. Сколько лет я тебе говорила! Сколько лет я тебе говорила! А из спальни уходит мать, она проснулась. У тебя же выбегет из школы! Давай, беги! Брось отсюда! Зрители спектакля испытают широкий спектр эмоций. Там очень много забавных мест, комичных, где ребята будут смеяться. Есть какие-то моменты, где кто-нибудь может всплакнуть. Это такой богатый театр. Это первая работа немецкого режиссера Андреаса Груна в «Молодежном». Поставлен спектакль по современной пьесе драматурга Рональда Шиммель-Пфейнга, которую специально для Ростовского театра перевел Гёте-институт. Премьера «Пчела в голове» открыла малую сцену театра. Анна Туполева, Юрий Лешко, Дон-24, Ростов-на-Дону.